Денис Мурушкин спускался в два коллектора города. Под кожзаводом, который построили в 1988 году, и под рекой Лыбедь. Его построили в 1960-м. И состояние их оставляет желать лучшего. Всякие бытовые хламы, баки, бутылки. По словам Дениса Мурушкина, Лыбецкий коллектор проходит под центром города, Лыбецким бульваром и Артлужайкой. В лучшем месте воды здесь по колено, учитывая, что передвигаться приходится на корточках. Но есть и более глубокие места. По причине того, что была сильная зацаренность на берегах реки Лыбедь, и реку замаровали в этот коллектор. И вот в тех лет никакой реконструкции ремонта не производилось. Очень плачевное состояние этого коллектора. Очень большие трещины в швах и в тюбингах. Так вот состояние коллектора на этот момент. Коллектор под кожзаводом – самое глубокое место в городе, говорит Денис Мурушкин. Сравнить его можно с пятиэтажным домом. Он, по словам Диггера, не действующий. Воды в нем меньше, но есть вещи и куда неприятнее. Мы решили остановиться на том, куда дошли, потому что дальше идти очень сложно на самом деле. Здесь идет выбор сметаны. Здесь очень сильная влажность и нехватка кислорода. Глубина 20-20,5 метра под землю. Вообще тяжело. Никаких вентиляционных шахт и приспособлений нет. Поэтому безысходности нам придется вернуться. Денис Мурушкин рассказал, что в городе есть еще коллекторы, в которых он не был. Один из них идет под Первомайским проспектом. Как раз в него и угодил велосипедист после Парада Победы. Другой коллектор идет под площадью Свободы. Есть еще секретные коллекторы, но о них информации мало. Денис Мурушкин отметил, что состояние тех, в которых он был, оставляет желать лучшего. Нужно поддерживать в порядке коллектора, следить за техническими составляющими. Возможно, в некоторых коллекторах необходимо какие-то вентиляционные шахты устанавливать, потому что чем глубже находится коллектор под землей, тем больше идет возможность выброса метана, что сулит взрывом. С этим шутить нельзя. В любом случае обслужить эти коллекторы нужно. То, что город не может нормально развиваться без коллекторов, понимают и чиновники. 10 июня губернатор региона Николай Любимов на Совете Федерации сообщил, что Рязане новый коллектор необходим. По его словам, нынешняя система не в силах принять еще и дополнительные источные воды. Поскольку оптимально расширять город в Московском районе, там и нужно наконец построить новый коллектор. Сумма на это требуется не маленькая, 500 миллионов рублей. Николай Любимов добавил, что регион такую сумму не потянет, поэтому рязанские власти и обратились за помощью к федеральным. В итоге комитет Совета Федерации рекомендовал правительству Российской Федерации выделить средства на возведение западного коллектора Рязани.